Добрый-добрый день, друзья дорогие! Продолжаем наши азербайджанские приключения. И на этот раз пришло время для неторопливой, спокойной прогулки по старому Баку. Может быть, эта прогулка будет неким путеводителем для вас, надеюсь, хорошим подспорьем, если вы решите самостоятельно погулять по старому городу, столице Азербайджана. А может быть, эта виртуальная прогулка для вас, это способ сравнить тот старый Баку, который помните вы, с тем, который увидели мы осенью 2023 года. Ну, так или иначе, скорее всего, если вы едете на метро, то добираетесь вы сюда, пользуясь станцией Ичерешехер, то есть старый город, она осталась у меня за спиной, и дальше идете вот по этому чудному скверу. Идете вдоль высоких оливковых деревьев, пальм, здесь вот такие сосны с длинными иголками растут, а еще иногда, нет-нет, да, перелетают с ветки на ветку зеленые дикие попугаи, которые тут вот как-то иногда чирикуют, и это очень забавно и экзотично. Вдоль вашего пути, конечно, тянутся вот эти зубчатые стены старого города, но для того, чтобы найти ворота, да, можно воспользоваться ориентиром вот такой красивый фонтан, к сожалению, не действующий сейчас, или на противоположном берегу проспекта памятник низами Ганжеви. Вы его увидите сейчас в центре экрана вашего, классик восточной поэзии. С Ганжеви впервые я познакомился в Санкт-Петербурге, у нас на Каменноостровском проспекте стоит тоже ему монумент напротив сквера Андрея Петрова. Здесь же есть и музей Ганжеви, там чуть в глубине здание с такой высокой аркадой на уровне второго этажа. Сейчас так чуть покажу вам, из-за деревьев не очень видно. Там стоят тоже скульптуры классиков азербайджанской литературы, поэзии, а внутри музей интересный, наверное, больше для филологов, бесконечное количество мускриптов, рукописей и так далее, и так далее. Далее парочка, ну, довольно скучных зданий. Одно из них, вот это, угловое, это азербайджанский эстонный суд, республиканский суд. А вот чуть дальше, посмотрите, уже те самые ворота, причем ворота двойные, друзья. И вот мы сейчас сквозь них как раз и будем проходить, чтобы попадать в старый город, тот самый Ичири-Шахерт. Войные ворота называются Гоша-Гала-Гапасы. И когда-то Баку был окружен вообще-то двумя перед нами вот этих вот мощных, высоких стен с зубцами, с рвом между ними с стороны материка и одной стеной с стороны побережья, соответственно. И вот эти вот две стены уходили от берега в море и защищали там все портовые сооружения в том числе. Но со временем город становился все больше и больше. Стены за ненадобностью просто срыли во второй половине века 19-го. И для того, чтобы решить транспортную проблему, тут очень интересно, сейчас расскажу. Вот эти вот два проезда у тех еще средневековых стен, они не были соосные. То есть один находился вот здесь, а другой во втором ряду стен, чуть-чуть левее. Опять же для того, чтобы усилить вот эту фортификационную мощь и силу крепостной стены. И решено было в 19-м веке этот самый второй проем как раз вот здесь слева-то и сделать. Более того, видите, вмонтировали в него вот такой вот камень с арабской вязью. Появились еще вот такие два льва справа и слева от головы быка. И получилось сразу, посмотрите, два въезда в старый город. Ну, что можно сказать, так немножко решило транспортную проблему. И уже сегодня в город так попадать чуть-чуть попроще. Безусловно, эти самые двойные ворота, символ старого города. Здесь так довольно оживленненько и вообще много транспорта. Насчет транспорта обратите внимание вот на эти фиолетовые кэбы такого баклажанного цвета. Да, действительно, сегодня в Азербайджане вот так выглядит такси. Очень любопытная машина, напоминающая нам о столице Великобритании. И, конечно, рассказывают, что как-то президент Азербайджана просто прокатился на кэби в Лондоне. Очень ему понравилось, как комфортно в этой машине. И вот с тех самых пор, видите, из аэропорта прямо сюда, к старому городу, можно добраться вот на таком кэби. Ну да ладно, давайте мы с машинами как-то попробуем покончить и все-таки зайдем в старый город. Пройдем сквозь эти крепостные стены. И сразу очень удобно встречает нас здесь информационный центр здания и бывшей таможни. Вот он справа от нас, за такими тонированными стеклами. Не назову его образцовым, кроме достаточно бестолковой бесплатной карты города. Там как-то особо мне ничем-то и не помогли. Ну и ладно, не так важно. Гошагала, на которой мы с вами сейчас находимся, такая важная площадь, где встречаются сразу две улицы. Кичигала уходит вот туда направо. Там сначала будет много ресторанов, а потом тот самый, черт побери. Но мы с вами еще там побываем, с вашего позволения. Вот не сразу пойдем по Кичигала. Сначала, может быть, имеет смысл вот так по большой крепостной улице Бьюгала. Как раз прогуляться. Вы знаете, как принято было в Средневековье, перед тем, как пройдя крепостные стены и оказаться в городе, нужно вообще-то было принять волну и выпить чашечку кофе. Ну в том смысле, что смыть с себя какую-то пыль дорог, может быть, какие-то инфекции, может, еще что. Поэтому сразу после крепостной стены слева находился комплекс бань, да, того самого хамама. Их несколько в старом городе сохранили. Сегодня, по-моему, только один действующий, вот эти такие больше музеифицированные, но тем не менее. Иральти хамам называется он. И вот это реконструкция строения 17 века. Очень хорошо видны вот эти вот купола с света, такими с фонариками для света. Здесь что-то вроде архитектурного окна, но все нещадно бликует и вообще видно плохо. Старый город Баку и через Шахер тот самый. Вообще музеем, заповедником признан будет еще в советские годы. Но в начале 2000-х, когда ЮНЕСКО включил старый город в список своего культурного наследия, вдруг оказалось, что ему действительно угрожает просто разруха. Действительно город находился так на грани исчезновения, потому что очень много было жилого фонда разрушенного, старого. И за него, что называется, взялись. Насколько хорошо получилось судить вам, я вам сейчас покажу, да, старый город, а какую-то такую атмосферу, наверное, передать не получится. Потому что, получается, где-то сколько там, 15 назад, да, были завершены работы по реконструкции всего и вся. Вот, например, ну, квартирный жилой дом 19 века стал большущим отелем Хан Палас. Видите, какие-то постройки, а вот туда левее как раз уходили строения бакенских ханов, они в основном превращены в рестораны, в сувенирные магазины, бесконечные совершенно галереи. И когда-то в Средневековье архитектура старого Баку это одноэтажные аккуратненькие маленькие домики. Только после начала нефтяного бума здесь стали появляться и дома в стиле модерн, и многоэтажные особняки. И вот прям очень интересный экректичный фасад, посмотрите. Так и называется дом с цепями. Вот женскую фигуру, видимо, там на крыше, и от нее уходят такие цепи. У крыши спускающиеся сегодня здесь музей, архитектурный, по-моему, да, архитектурный музей старого Баку. Опять же, тут можно, видите, выбрать два варианта. Пойти по улочке чуть правее, пойти чуть левее. Мы с вами пока будем держаться, наверное, левее. Пойдем в сторону, конечно, Девичьей башни и нескольких караван-сараев. Вот этот бутик-отель, там чуть в глубине, уже очень известный, с панорамной такой крышей, отличным видом на старый город. Что сразу бросается в глаза в старом Баку, так это балкон. Они сразу привлекают ваше внимание, они сразу завоевывают ваше сердце, они великолепны. И мы их с вами сейчас попробуем еще раз смотреть. Ну и, конечно, ковры, куда же без них. Ковроткачество это традиционное, конечно, кроме всего в Азербайджане. И вот такие шерстяные узорчатые разноцветные ковры могут совершенно спокойно стоить, ну, например, там 100, 150, 200 тысяч рублей, да, в переводе на понятные нам с вами деньги. Пошел дождь, вроде бы, который, тем не менее, не должен нам помешать. Ну, например, увидеть легендарный дом с кошками. Вот он будет справа от нас, чуть впереди. Спасибо большое. Очень много вот подобных ребят, которые сейчас не попал просто в камеру, которые предлагают вам бесплатные карты города, предлагают экскурсии. То есть, если вы окажетесь без гида, в Баку точно не пропадете. Рано или поздно гид вас сам найдет. Три кошечки вот там наверху выглядывают из слухового окна, а вот тут мальчик с девочкой и котенком. Ну, понятно, что это действительно недавно появившаяся местопримечательность. Когда-то это два средневековых здания, между которыми был просто проход, да, и вот такой вот фальш с стенкой, с такой декорацией этот проход закрыли. Что касается балконов, то признаваться, конечно, им в любви хочется сразу. Ничего подобного нигде я не видел в таком количестве, столь разнообразные. Причем, заметьте, почти всегда эти балконы закрыты. Да, может быть, от ветра. Баку вообще город, где ветер с Каспией дует почти всегда. И вот этот вот запутанный лабиринт старого города еще и объясняется во многом тем, что так проще просто было с ветром справляться. Да, может быть, и от холода, потому что в Баку зимой, ну, не столько уж прям как-то суровые морозы, сколько холодно из-за ветра, из-за того, что воздух достаточно влажный. Но больше такие закрытые балконы защищать должны были от случайных глаз. Да, друзья, так, чтобы вы там могли сидеть и поглядывать на улицу, а никто с улицы не видел бы, что у вас там происходит. Чтобы, не дай боже, на красивую дочь какого-нибудь купца, нахал заезжий, не бросил свой взор. Но до сих пор сегодня, когда заезжий, покупают участок земли, они сначала возводят забор. Большой, высокий, монументальный, только потом приступают к строительству дома. А здесь чуть сужается наша с вами большая крепостная. И друг напротив друга здесь находятся два кровансарая. Вот один называется Мултани. Мултани это когда-то индийский город, а сегодня, по-моему, на территории Пакистана находится. Вот видите, к сожалению, только вот эти щиты могу вам показать. Там сейчас ведутся реставрационные работы. Караван-сарай там был такой восьмигранный, ну вот какой-то такой. Смотрите. И действительно, Баку в свое время, в Средневековье, был городом оживленной торговли. А сразу напротив, посмотрите, караван-сарай. Бухарский. Тут интересно, висело когда-то два молоточка. Один побольше, другой поменьше. Который побольше куда-то делся, а тот маленький остался. Дело в том, что в эти молотки звонили, соответственно, мужчины или женщины, если они хотели оказаться внутри караван-сарая. Потому что просто так, да, там, увидеть женщину для проверного мусульманина, это не так-то просто. Поэтому, если подходили женщины, то они стучали бы в этот маленький молоточек. Это был некий условный сигнал, что женщины там внутри могут выйти и встретить женщину, которая пришла снаружи. Мы пройдем сквозь вот этот узкий проход. Пока, заметьте, да, особо никуда не сворачиваем. Идем все время прямо. И будем выходить на достаточно оживленную сегодня площадь с большим количеством сувенирных лавок. Ну, просто потому, что здесь находится, наверное, самая громкая достопримечательность старого города. Девичья башня. Балкон. Опять же, балконы. Вот не могу я от них отвести взор. Посмотрите, крытые чудесные балконы. Здесь несколько магазинов с ювелирными украшениями и произведениями искусства. Кафешечка, где можно выпить, конечно, азербайджанского чая. Что же еще? Ну и, естественно, посмотрите, продавец. Клубники. Вот такой свежий. Хелло, хелло. Здрасте, здрасте. Какая красота. Хорошие клубники. Хорошие, да, спасибо, спасибо. Хорошо. Спасибо, спасибо. Дайте, брата. Нет, спасибо. Спасибо большое. Чуть позже, чуть позже. Очень интересная смесь всех языков встречает в Баку. По-русски говорят охотно. И по-азербайджански понятно. И еще и начинают говорить по-английски. Те, кто, по крайней мере, работают с туристами, что тоже отрадно. Вот она, Мейден Тауэр, девичья башня. Чуть позже, чуть позже с ней. Давайте, наверное, вот сюда обратим взор. Даже не знаю, как лучше вам показать вот эту археологическую зону. Да, вот, наверное, здесь приторможу. Ну, это некая базарная площадь. И вот в начале 60-х здесь начались раскопки. И в результате вот удалось обнаружить очень много древних артефактов и ценнейший совершенно архитектурный памятник. В конечном итоге этот комплекс царатагвы или просто арочный. Вот такой музей под открытым небом. Аркада с колоннами на общем таком каменном постаменте. И в центре вот видите надгробные памятники с раскопанного здесь же кладбища. Сохранились даже фундаменты мечети там чуть ли не девятого века. А рядом, вижу там группы, наверное, буду мешать, но хочется вот по тому мосту пройти. Рядом находится большой хамам. Как раз в двух шагах над девичьей башней. Называется он хамам Гаджибани. И скорее всего век это к пятнадцатого. И вот видимо он будет построен для гостей близлежащих караван-сараев. Вот над плоской крышей, там видите в центре экрана возвышаются как раз вот эти сложенные из камней. Такие большие и малые световые купола. Интересно. Ну а мостик этот для нас с вами важен, потому что с него открывается вид на башню. Сейчас покажу вам ее вблизи. Посмотрите, это ее единственный вход. И дальше вот так вот. Двадцать восемь целых метров в высоту. А еще выше достаточно облачное бакинское небо. Нам вообще с погодой нельзя сказать, что сильно повезло. Потому что первый бакинский день вообще был достаточно пасмурный. Пошел дождик. А сегодня тут же дует ветер и солнце в солнечном боку. Немного. Но давайте разбираться с той самой девичьей башней. Что она из себя представляет. Почему она так важна для истории города. Мы не можем с вами сказать наверняка, что это за постройка. То есть вроде бы как, раз башня, то наверное она фортификационной была. То есть частью вот этих вот городских укреплений. И да, скорее всего, здесь чуть ближе к морю шла крепостная стена. И вполне может быть, что башня нужна была для военных целей. Двадцать восемь метров это ее высота. Двадцать восемь метров это высота вот этого, ну если хотите, контур форса. Который со стороны моря, со стороны крепостной стены соответственно к башне подходит. И очень интересно посмотреть сверху на, ну скажем так, гугл картах. Видно, что она очень интересной формы. Как будто бы как девятку такую напоминает. То есть вот кругляш с запятой. В каменной кладке нижней части стен башни и контур форса ученые все время обнаружили еще и горизонтальные деревянные балки. Понимаете, то есть вот здесь они вот так горизонтально, вот так соединяют контур форс с самой постройкой. Зачем нужны тоже не очень понятно. Может быть, чуть ли не подумали о землетрясениях в свое время древние строители башни. И таким образом сейсмоустойчивость постройки могла быть посерьезнее. Но довольно много аргументов. Я хочу отойти вот сюда, чуть подальше, но там поливают газон. И там мы с вами будем мокры, поэтому не пойду. Так, отсюда буду показывать, сквозь вот это вот дерево с оливками. Ученые говорят о том, что для фортификации маловато окошек. Более того, они все смотрят наверх. А если вы в башне засели и ваша цель отстреливаться от врага, окошки должны смотреть вниз. И крыша не очень-то расположена для того, чтобы там выставить какие-то, не знаю, каких-то там лучников или кого-нибудь и отстреливаться там или хотя бы бросаться камнями в тех, кто башню штурмует. То есть есть те, кто говорят, что вполне может быть, девичья башня это постройка религиозная. Может быть, зарастрийцев, огнепоклонников, да, которые жили здесь на этой территории до того, как сюда придет ислам. Может, может еще что-то. Про легенды насчет несчастной любви девушки, которую хотели выдать замуж за нелюбимого ею человека. И она попросила отца хана выстроить башню, чтобы как-то оттянуть это решение. Как-то лучше что-то я не очень берю. Тем более там все плохо закончилось, да, помните? Он башню-то все-таки успел построить, и она, видя это, с этой самой башней-то и прыгнула. Причем прыгнула в воды Каспийского моря. Сейчас тут до моря нужно Приморский бульвар пересечь, оживленный, достаточно большим количеством трафика. Дальше саму пешеходную зону. Море там вот чуть-чуть видно, посмотрите, вот, но оно так тут далековато. Когда-то Каспийское море подступало к башне вплотную. Интересно, надпись, опять же, арабская вязь, вот там где-то на середине постройки, в центре экрана вашего, может быть, видите сейчас, тоже большие вопросы вызывает, о ком, о чем, кто такой, упомянутый там на этой самой девичьей башне, там, сын Дауда или Давида. То есть вопросов все еще больше, чем ответов. Диаметр внизу в основании там почти 17 метров, наверху почти 16. То есть, очень интересно, тоже толщина меняется. Внизу почти 5 метров, наверху почти 4. И внутри ярусы, которые перекрыты такими купольными сводами и седены между собой узкими каменными лесенками. Интересно, что не было входа с первого этажа как раз на башню. Это тоже очередной аргумент в пользу того, что она могла использоваться в каких-то религиозных целях. Или, может быть, как некая башня последней надежды. Донжон, куда забирались жители старого города и там сбрасывали лесенки, дожидались окончания осады. Внутри был колодец, только представьте. Интересная деревня система канализации. А сегодня наверху, конечно, смотровая площадка, откуда открывается совершенно незабываемая панорама города. Вот так, друзья, девичья башня, которая, конечно, привлекает внимание всех, кто оказывается в старом городе. Здесь надолго останавливаются туристические группы. Он удобно, хорошо, от дождя можно спрятаться, видите, и любуются башней. А потом кто-то еще и решает подняться наверх. Вот что интересно, посмотрите. С этой точки хорошо видно прошлое и будущее Баку. Мы сами видим вот тут чуть левее телевизионную башню. В этой шайбе находится вращающийся ресторан с панорамным видом. И три знаменитых башни, пламенеющих башни Баку, да, знаменитые Flame Towers, да, небоскребы уже 21 века. И вот тут же, да, видите, на 180 градусов я перевожу ваш взор, и мы видим ту самую девичью. Постройку то ли 12 века, то ли 14, там, перестроенную в свое время. Когда относительно недавно была реконструкция вот этих вот кирпичей второго уровня, которые, видите, как чуть выступают за плоской стены, обнаружили реставраторы, там большое количество птичьих гнезд. Их аккуратненько оттуда демонтировали. И посмотрите, на вот этот Брандмауэр, на эту глухую стену здания, что вот тут рядом, их перенесли. И, видите, в центре экрана вашего такая ласточка из кирпичиков, это гнездо. Для того, чтобы, да, не потревожить птиц. И вроде как уже сегодня там они не гнездятся на башне, а выбирают себе вот эти новые квартирки. Классно, да? Ну и мы с вами чуть-чуть здесь так погуляв, может быть, захотим отправиться за сувенирами. Друзья, несколько вот таких вот, видите, аккуратных торговых куполов сегодня используются по назначению. Чего-чего, а в Баку, в старом Баку, вы не останетесь без сувениров, друзья. И какие-то четкие, и, понятно, магнитики, и, естественно, национальные ковры. Посмотрите, сколько, сколько всего яркого, да? Даже заходить дальше не буду, чтобы никому не мешать. Но совершенно точно без подарков не уехать из старого Баку. И балконы, опять балконы. Здесь же есть фирменный магазин той самой черной бакинской осетровой икры. Все-таки мы с вами на берегах Каспия, друзья, правильно? Вот здесь вот такая баночка Баку Кевер, конечно, будет стоить целое состояние. А еще, если посмотрите, с бокалом вдовы Клико-Розе, ой, совсем хорошо. А вот играют азербайджанцы в нарды в ожидании покупателей своего магазина. Тоже такая очень колоритная сцена, согласитесь, они же не позируют прям все по-настоящему. Кроме того, что Вечерий Шахяры – это туристический центр, и тут полным-полно сувенирных магазинов или кафе. Это же еще и жилой город. И кроме какой-то китайской сувенирной продукции, тут можно найти действительно серьезный антикориар. Вот волна 3 – это не кино или проигрыватель вообще? Швейные машинки, полароид, утюги, беспроводные. Заметьте, круче и круче. Ну, мы с вами все-таки продолжим прогулку. Вроде бы дождь так чуть-чуть, вот пару капель, видите, на мостовую обронил. И все, и все отлично. Поэтому можем дальше бродить по улицам Вечерий Шахер. Улица, по которой мы идем сейчас, улица Асавзейналын. Ну, улица, на которой появляется ощущение дежавю. Потому что здесь снимали бриллиантовую руку, и Тигран-43, и Болит-66, и не бойся с тобой, и прочее, прочее, прочее. Очень много на улице интересных мечетей. Такая некая отличительная черта улицы. Его джума-мечеть, соборная пятничная мечеть, начала века 20-го, может похвастать своим старинным миноретом. Стоит чуть в стороне, и вот он, полюбуйтесь, еще 15-го века, чудесным совершенно образом даже уцелел после крупных землетрясений. А сам молельный зал в мечети очень здорово украшен. Посмотрите, резьбой по камню. Более того, вот сейчас под эту арку пройду и покажу вам вот этот фасад. Ну, роскошь же, да? Великолепная роскошь. Тончайшая резьба и по дереву, и по камню, и, конечно, надписи на арабской вязи. Будем заглядывать, нет? Ну, так, совсем чуть-чуть. Там, понятно, любство, красота. Дальше не пойду. Не пойду просто потому, что разуваться одной рукой неудобно, а во второй у меня камера. Так или иначе, в втором городе есть много восстановленных мечетей, которые можно совершенно спокойно посетить. Есть те, где немного народу в первой половине дня, и вы спокойно все можете рассмотреть. Идем, наверное, идем, да. Вот так идем. Просто дальше. Идем на свет вот тех самых пламенеющих башен, что у нас впереди. Очень тоже интересно, контрастно все выглядит, да? Вот такие старинные караван-сараи. Дома начала 20 века, в стиле модерн, выстроенные. Вот это настоящий бакинский модерн, друзья. Высоченный, трехэтажный дом Мамедова, архитектора Баева. Это 1908 год постройки. Вот этот вот резной, двухэтажный, роскошный балкон, он же великолепен. Плюс остатки средневековых строений и, ну вот, например, посмотрите, фичик караван-сарай чуть ли не 12 века, который сегодня превращен вот в такой ресторан. Здесь вечером музыка играет, здесь никакая непогода вам не страшна, ветра нет. Ну и, понятно, все вкусняшки в азербайджанской кухне тут можно попробовать. Класс, да? В Азербайджане остаться голодным, это надо сильно постараться, потому что любой обед, бесконечное количество закусок, свежайшие овощи, всегда много зелени, там, кебаб-салат, например. Ах, чего, хлеб только что из тандыра, свежайший, тепленький. И когда вы все вот это вот уже вроде бы уже даже наелись, потом суп приносит какой-нибудь там чечевичный, мощный, жирненький, на бульончике, бараний, мух. А потом, когда вы уже просто дышать не можете, приносят основное блюдо. А это гигантский, например, какой-нибудь деревянный поднос с шашлыками всех видов. Ну и вот все, да. Причем, когда вы, тем не менее, и с этим справились, вы вдруг понимаете, что хочется сладенького. И тут вам в помощь бесконечное количество пахлавы. Причем есть бакинская, есть шикинская. Ой, все разненькие, вкусненькие, сочные. Чай горячий из этих армудов. Так, что-то до обеда еще далеко, а я уже как-то тут что-то, да, на любимый, на мозоль. Помните, как в фильме? Ну, посмотрите, какие фасады. Ну, посмотрите, какие кованые ограды балконов. Вроде бы, да, мы говорим, старый город ожидаем в Средневековье. А нет, в Старом Баку имеет смысл обращать внимание и на постройки конца 19-го, начала 20-го века. Это все здания того периода, когда там 95% вообще всей российской нефти добывали здесь. И может быть там процентов 80 мировой. Это как раз вот эти вот тучные нефтяные годы. Дождь, однако. Пойдемте-ка спрячемся, друзья, в узких переулках Старого Баку от этого самого дождя. Потому что с центральных улиц тут нас сейчас может смыть, какие-то тучки гуляют. Тем более, что переулок-то не абы какой. Неудобно, тут машины стоят, но посмотрите, какой красавчик. Это Вагиф, Мустафа, Заде. Основоположник, как вы знаете, азербайджанского джаза. Выдающийся и композитор, и пианист. Это его дом, где он жил. Вот, пера отель Баку вот раз находится напротив. А вот с правой стороны тот самый дом-музей. При желании можно заглянуть. Мы с вами сейчас не пойдем. А мы раз оказались в этом переулке, пойдем с вами смотреть мечеть. Одну из вообще самых старых в городе. Вот сюда. Мечеть Саны Кала она называется. Я не понимаю, как эта Тойота сюда заехала. Она, очевидно, шире проезд. Ну, значит, где-то есть проезд еще. Так вот, посмотрите, мечеть это впереди, перед нами. И это мечеть, старейшее здание периода ислама с оригинальной датировкой, вообще на территории Азербайджана. То есть это 11 век, друзья, только представьте. Здесь стены мечети этой, такой относительно небольшой. Вообще напоминают крепостные, видите, зубчатые. Интересно. Стрельчатые окошки. Они так немножечко даже углублены в стену. Башня невысокая, 12 метров, минарета. Балкон для Муэдзина, поясан таким резным каменным парапетом. Здесь когда-то еще было святилище огнепоклонников, вот тех самых зароастрийцев. Раскопки это показали. А потом вот такая мечеть в окружении, посмотрите, современных построек, ну, например, подземного паркинга. Вот вы увидите, да? Ну, например, вот современных зданий. Попробуем вернуться. Вы знаете, вышло солнце. Ну, хочу сказать. Вот только что накрапывал дождь, который должен был стать грозовым, но тучи все равно ходят. Надеюсь, солнышко отлично, ничто не помешает нашей прогулке. Друзья, гуляю специально неторопливо, чтобы вы, повторюсь, могли прогулку эту повторить. Пока, по большому счету, все время по прямой. Так вот немножко по часовой стрелке обхожу старый город по главным улицам. Ну, вот так немножечко переулочков. Вы, когда здесь будете проходить, то вот этот бюст Мастафазады, вы будете его видеть. Поэтому, если захотите мечеть глянуть, то тут тоже можно навернуть и вернуться обратно. А обратно идем мы вот так же, чуть на юг-юго-запад города. И продолжаем, конечно, любоваться бесконечным количеством балкончиков. Ну, есть вот такие простенькие, а есть, ну, просто шедевры. А вот они, переулочки. В которых-то как раз, помните, Миронов-то с Никулиным и плутали. Интересно, что есть фотографии пребывания съемочной группы, когда снимали бриллиантовую руку, как раз в Баку сохранился отель, где съемочная группа отдыхала. Есть фотографии того, как в перерывах между съемками там Никулин с кем-то из альбажанцев играют там Мунарды и прочее, прочее. Это просто, мне кажется, такая отдельная экскурсия, может быть, посвященная любимому фильму. Здесь в глубине спрятался маленький музей марионеток. Точнее, ой, не музей, театр, прошу прощения. Очень вообще его хвалят, но вот у меня времени не хватило заглянуть. Но вот тут вы его видите. Дальше опять балконы. В глубине пламенеющие башни. Особенность архитектуры Баку сегодня – это вот некий синтез современности. Баку называют чуть ли не самым европейским, кавказским городом. И, конечно, старины. Хотя, может быть, не так много старины чувствуются на улицах, потому что эта вот недавняя реконструкция, буквально там нулевых десятых годов, может быть, немножечко выветрила вот этот вот дух старого города. Не знаю. Тут опять же решать вам. И, мне кажется, по видео судить нельзя. Нужно прилететь и все посмотреть самостоятельно. Понятно то, что у старого города было несколько периодов. И вот тот длинный, средневековый, когда Баку был одним из городов Шарваншахов, а потом становится как раз столицей их царства-государства, когда из города Шики сюда будут как раз перенесены все столичные функции. Это раз. Именно тогда будет заложена вот эта планировка, сетка улиц. Посмотрите, какой чудесный арт-клуб-ресторан с прекрасными голубями, которые прямо под балконом летят. А вот тут вот птичка чего-то клюет прямо на парапете. Второй период старого города, это, конечно, нефтяной период. То есть 1847-го, когда первая нефтяная вышка была построена до, собственно говоря, начала Первой мировой войны. Это вот этот вот бум, взлет, в том числе и строительный, конечно, всего и вся, когда здесь появляется архитектура начала 20-го века. Ну и потом можно отметить, наверное, советский период. Вот те же самые съемки тех же самых классических фильмов. И период вот этот современный. Смотрите, здесь мы в неком тупике с вами оказались. Если тут повернем чуть, то окажемся у очередных крепостных ворот. То есть можно сказать, что насквозь пройдем весь город. Но мы повернем с вами вот сюда, чуть направо и вперед. Запоминайте переулочек, друзья, и лесенку. По этим ступенечкам подняться точно нужно. И вы тут же будете видеть любимого с детства героя с забинтованной левой рукой. Это переулок, конечно, важный. Вот так совершенно обыденно, действительно, просушка белье. Причем не все еще, видите, на веревке поместилось. Вот туда, что-то просто вот так. Так вот, кафе называется «Черт побери». Забинтованная рука здесь. Кафе «Бриллинтовая рука». Да, все, понятно. И вот он, знакомый кадр. Сейчас мы с вами увидим то самое место, где герой Миронова. Нет, по-моему, сначала Никулина говорил «Черт побери». А потом уже Миронов, спохватившись, что они тому руку сбинтовали, несколько раз так подпрыгивая, и очень так картинно оказался здесь, вот на этой брусчатой местовой, говоря «Черт побери». Очень здорово все сохранилось, все отлично видно. Сегодня там фотографии, кадры из фильма, понятно, внутри в самом кафе. И, кстати, там очень неплохо кормят. Удивление, да, хотя место туристическое. И только рано утром здесь можно оказаться один на один с воспоминаниями о любимых героях. Потому что уже там с 9-10 утра здесь не зарастает тропа, в первую очередь, из российских туристов, для которых этот фильм культовый. Вот она, эта фотография. Смотрите, очень здорово сохранился даже оконный проем цоколя, да? Вот тут сидели контрабандисты на этих ступенях. Ну и вот ровно здесь все и произошло. Можно так чуть посмотреть в ту сторону, как выглядит этот переулок, да? Сравнить с тем, что помните вы по классическому фильму. Или наоборот, в эту сторону посмотреть. Вот крепостные стены через Шахер, они вот ровно такие же, как были когда-то. Знаю, что для многих это место важнейшее в старом городе. Поэтому вот ваше задание, друзья, выполняем. Обещал сюда прийти с камерой. Все, мы здесь были, черт побери. И можем идти дальше, любоваться старым городом Баку. Сказали мы о том, что есть несколько хамамов внутри крепостных стен. Но действующий, насколько я знаю, один. Вот за этими липами как раз прячется вход. Не многие знают его существование. И так, если честно, многие проходят мимо. Ну вот он, посмотрите. Михаил Хаман. Это баня 320 лет. 20 манатов. Зайдите, посмотрите. Это не женский динар. Вот видите, вот прямо сейчас все вот и происходит. Сегодня женский день. Видите? И сегодня за 20 манатов вам предлагают массаж. 320 лет этой бани. Вот так. Вот, говорит, наша визитка. Здесь очень интересный дымоход, посмотрите. Такой высокий, напоминает то ли минарет, то ли башню крепости. А на самом деле дымоход бани. Бани больше трех веков. И вы там сегодня можете попариться. Ну, если вы дама. Сегодня женский день. Тянется дальше крепостная стена. И мы идем вдоль нее. Боже мой. Вот прямо сейчас спрыгнула кошка. Вот такая прекрасная. Сдерю. Кошка и собак вообще хватает. В Азербайджане и старом городе в том числе. Продолжаем, друзья, нашу прогулку. Друзья, можно смело продолжать прогулку. Вот так просто прямо по улице Кичик-Гала. То есть малой крепостной. Но я бы посоветовал вам здесь не торопиться и после тех самых бань чуть свернуть направо, вот в этот переулок, чтобы увидеть не лощеный туристический старый Баку, а настоящий район, где продолжают жить почти полторы тысячи человек. Район вот с такими домашними кошками, которые греются на солнце. Опять же с балкончиками, на которых вывешивают белье на просушку. И какой-то со своей совершенно особой атмосферой. Здесь все еще сегодня, в 21 веке, можно встретить точильщика ножей, который извещает о своем приходе таким объявлением на азербайджанском и на русском языках. Вот тут мне, друзья, рекомендовали кафе. Старый Баку называется. Ничего не ходил, не знаю. Ну вот, может быть, вы как-нибудь внимание обратите. Посмотрите. Ля Ванги. Всего-то на все 16 монат. А это роскошное совершенно блюдо. Фаршированный цыпленок. Какой-то ореховой смеси. И вы смотрите, какой переулок. Посмотрите, какие фонари. Какие двери. Да? Вот эти вот растения в горшках, которые на зиму уберут. И вот этот заросший просто зеленью переулочек, дающий такую плотную... Здесь где-то музыка звучит. Вот здесь же вот люди, понимаете? Вот они каждый день сюда заходят к себе домой. Причем как? К себе домой. И вот тут уже начинаешь чувствовать себя, конечно, потерявшимся контрабандистом. Звучит просто в ушах музыка из бриллиантовой руки. И понимаешь, что... Не понимаешь, куда идти. Тупик. Да? Вот очередной. Смотрите. Вот. Может быть, туда. Пойдемте. Дальше можно так быстрее. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Опять вроде бы тупик, но нет. Есть выход. Вроде сюда налево. Опять. Вот они. Вот они переулки Баку. Вот то, что, к сожалению, не очень-то показывают туристическим группам местные гиды. А вот то, что нужно посмотреть. И бах! Эти узкие переулочки заканчиваются довольно большой, залитой солнцем площадью. Плюс здесь же, понятно, фруктовые какие-то продукты можно купить, но не так дорого. Лепешки, посмотрите, вкуснейшие, которые вот только что просто испекли. Красота! И кутабы, и булочки, и пахлава. Салам! Здесь же гранатовый сок, конечно. Где-то тут, по-моему, был. Да, вот, гранатовый сок всего-то навсего за 6 манат. И здесь же лада на азербайджанских номерах, а за ней Мерседес. Вот на этом контрасте, по большому счету, весь Бакута и пасты были. Лада, за ней Мерседес. Но, видите, не так все страшно. Рано или поздно вы выходите опять же к зубчатой крепостной стене. А раз вы упираетесь в эти камни, значит, вы опять на Кичикгалай. И можете смело поворачивать направо и продолжать нашу прогулку, продолжать наш путь. Одно удовольствие по таким городам бродить бесцельно, бродить без каких-то точных ориентиров. Натыкаться, например, вот на такие чудные площади, где можно выпить чая, передохнуть, посмотреть за жизнью города. Открытые террасы хороши тем, что вы видите, как современный Баку просто проходит мимо вас. Здесь же в двух шагах, кстати говоря, тот самый вход в Ичири-Шекер. Давайте вот подойду, чтобы вы понимали, что можно и отсюда начинать прогулку. Поэтому тут совсем недалеко до этой стекляшки. И вот здесь вы уже, видите, оказываетесь в новом городе, соответственно. Два шага от метро и вы в старом городе. Очень удобно, очень классно. Но мы еще не все закончили, поэтому я вернусь, с вашего позволения. Просто так чуть показал, что все тут действительно рядом. А интересный сквер у нас чуть впереди с бюстом известного азербайджанского поэта начала века 20-го, который в том числе знаком был с Сергеем Есениным, который является таким классиком поэзии азербайджанским. Посмотрите, это Вахит. Олега Вахит. Чем интересна сама скульптура? Посмотрите, этот бюст выполнен будет в свое время Вахибом Хасановым как, ну что ли, мысли поэта в бронзе. Здесь мы с вами видим, в том числе и героев произведений Вахида. Плюс можно сказать, что это некое путешествие от рождения и до смерти. Здесь и брак, здесь и жизнь, здесь и зрелые годы, вот вы видите. Здесь и где-то погребение, вот тут уже в самом конце, да, траур. Вот так, интересная совершенно работа, ни на что не похожа. Очень интересный бюст. И сама площадь всегда солнцем залитая, с небольшой мечетью рядом. Очень классная, уютная. Совсем рядом Артим. Это музей современного азербайджанского искусства. Опять же, можно посмотреть на работы наших с вами современников, азербайджанских художников. Два шага. И здесь начинается уже комплекс, про который мы сейчас скажем отдельно. И вот тут очень интересный музей, друзья, притаился вот буквально в двух шагах. Буквально так вот за углом музей миниатюрной книги. Я снимаю это видео в понедельник, в понедельник он выходной. Но здорово, что был я здесь, по-моему, в воскресенье, что ли, или в пятницу, когда музей работал. Поэтому мы сейчас заглянем. Абсолютно уникальный музей можно найти здесь, в Старом Баку. Посмотрите, музей миниатюрных книг. Официально включен в список рекордов Гиннеса коллекция миниатюрных изданий. В общей сложности почти 9 тысяч миниатюрных книг. Вот сейчас как раз я чуть-чуть зайду, и сама хозяйка Зарифа Халифова как раз-таки здесь, собирательница коллекции. Позвольте вам высказать вообще восхищение вашим трудом и вашей коллекцией. Хорошо, сейчас я чуть-чуть поснимаю, покажу. Да, да, да. Посмотрите, друзья, какая история. Книги религиозные. Старейшая книга – это 17 век. Вот, вы видите прямо сейчас священное писание. Здесь и Тора, здесь и Библия, здесь и Коран. Здесь книги, которые изданы в Азербайджане. Книги, изданные в Российской империи. Басни Крыловой, «Капитанская дочка». В том числе и самая маленькая книга, даже не мини, а микрокнижка, изданная в Японии в свое время. Посмотрите, 0,4 мм на 0,4 мм. Фантастическая история. Вот официальный сертификат. Здесь 2913 уникальных книг, да? А написано, на самом деле, их намного больше, повторю, почти 9 тысяч коллекций. Есть книги, которые побывали в космосе. Есть издания на русском языке. Вот он, «Серебряный век» русской поэзии. Да, и Пастернак, и Гумилев, и Есенин. Книги, изданные в Советском Союзе. Побольше, поменьше. Мировая классика. Ну, посмотрите, Борис Николаевич Ельцин с супругой как раз были здесь в музее в свое время. Почти сколько уже? Там 15, даже больше лет назад. Может быть, у кого-то из вас где-то вот подобные книги есть. Может быть, где-то завалялись на антресорях. Может быть, как-то не очень нужны сегодня. Можно смело музею их отправить. Найти в интернете адрес музея и, соответственно, пополнить и без того огромную совершенно коллекцию. Представляете? И наш гид по старому Баку показал, что вот какой-то испано-азербайджанский словарик, по-моему, вот этот рыженький, это его вклад в коллекцию миниатюрных книг. А вот тут, посмотрите, книги изданы, ну, соответственно, в Германии, раз немецкий флажок, в Китае, соответственно. Вон здесь сколько флагов. Фантастика. Ататюрк, конечно, про дружбу. Азербайджан и Турцию мы с вами вспоминали. Какие-то детские сказки. Да, друзья, очень здорово, интересно. Может быть, даже несколько неожиданно найти здесь, в старом городе, вот такую коллекцию. Коллекцию уникальную, коллекцию интересную. Коллекцию, которую совершенно точно стоит посмотреть, если вы оказались в старом Баку. Ну и буквально на противоположной стороне улицы от музея миниатюрной книги тянется большущий комплекс дворца Шерваншахов. Это бывшая резиденция правителей Шервана. Как только не называют этот комплексом азербайджанцы, и симфония, застывшая в камне, и бакинский Акрополь, и жемчужина Каспия, и так далее, и так далее. Это большущий, огромный комплекс, как и полагается, за забором, за оградой. Плюс тоже выходной сегодня, поэтому смогу его так вам лишь чуть показать сквозь решетку. Но там и дворик Диван Ханэ, и усыпальница Шерваншахов, и дворцовая мечеть чуть ли не 15 века, и баня, и мавзолей, и все-все-все-все здесь. Ответственный культ поход на полднях. Друзья, ну и вот как-то так плюс-минус виден минарет. За оградой не видно ничего, поэтому прилетайте в Баку, чтобы дворец Шерваншахов просто посмотреть самостоятельно. По-моему, 15 манатов стоит это удовольствие. А рядом, посмотрите, вот эти семь красавиц. Семь прекрасных армудов, то есть стаканчиков для традиционного азербайджанского чая, которые вот так стоят друг на друге. А знаете, почему такая форма? Очень любопытно. Верхушка, она широкая. Чай, который вы вот-вот сейчас глотнете, он быстрее остывает. А потом вот эта вот узкая часть, она не позволяет остывать всему остальному напитку в вашем стаканчике. Поэтому он совершенно гениальный, без ручки, хорошо известный вам по нашим турецким впечатлениям. Армуд, так его называют здесь. Базя-базя. Сквер восхитительный. Вот идеальный просто. С инжиром, соснами, удобными скамеечками. Легкой музыкой, которая доносится из соседнего кафе. Класс. Опять балконы, конечно. Куда же без них? Вообще иногда не понимаешь, как они здесь держатся. Есть застекленные, есть открытые. Есть те, которые сегодня превращены в рестораны. И гранат, конечно. Куда же без него? Смотрите, какой сочный, вкусный. Салам. Олег Крисоват. Самый сезон сейчас. Октябрь. Свежие, хорошие? Спасибо. Спасибо. Как следует витаминчиками, знаете ли, напитаться в Баку можно осенью. Гранатовый сок тут вкусный. Он не сладкий, он такой именно терпко-кислопрекрасный. Небольшой донжонс. Посмотрите, даже какими орудиями стоит. Там понятно, что все некие муляжи и реплики, но тем не менее. Крепостная стена продолжает здесь вот так тянуться. Тут уже так достаточно оживлено. Хватает машин и туристических ресторанов. Но здесь есть очень интересная точка притяжения для всех любителей необычных, таких нетривиальных фотографий. Старый город старым городом. Но сегодня этот музей под открытым небом продолжает жить в 21 веке. И нужно же, чтобы нам с вами где-то было делать селфи, правильно? Вот. Позаботился здесь один художник. Сейчас вам все покажу, расскажу. Смотрите. Вот это дерево, которому там чуть ли не сто лет, когда у него обрезали ветки, начало погибать. И художник нарисовал женский лик. Посмотрите на нем. И с тех самых пор оно зазеленело. Представляете? Художника зовут Алиша Шамси. А он тут, понятно, зашифровал тут несколько символов. Более того, для того, чтобы дерево было еще веселее и жилось еще лучше. С одной стороны, у нас появилась девушка такого больше, ну что ли, арабского вида. С другой стороны, азербайджанка. С третьей стороны... Ой, сейчас покажу, но пока не могу ничего показывать. Там так пахнет, ну конечно. Ну конечно, лаваш из тандыра. Салам, салам. Ах, какая красота. Сейчас обойду. Сейчас обойду. Надо уйти срочно от ароматов, потому что что-либо снимать. Вот у меня вот такое вот выражение лица, понимаете, получается. Когда я запах свежеиспеченного хлеба чувствую и работать или что-то снимать просто невозможно же тут в старом Баку. Все так вкусно пахнет и так здорово выглядит. Вот это его мастерская. Еще совсем недавно в сезон тут буквально очереди выстраивали среди тех, кто хотели бы туда зайти. Не очень понимаю, почему закрыто сейчас, наверное, просто рановато. Посмотрите, все в зелени. Вот это лев с глазами. Ну, то ли лев, то ли, соответственно, волчица, то ли тигрица. В зависимости от того, как вы посмотрите на эту работу. Сверху, сбоку или издалека. Вот это тоже Али Шамси. Это все работа масляными красками просто по каменной кладке. И вот другую девушку, я уже обещал вам показать. Вот она тут. То есть три женских лика на одном, по-моему, тополе. Вот так. Интересное, классное, современное место. А вот так выглядит сердце влюбленных, друзья, посмотрите. Я думал, оно выглядит по-другому. Ну, ладно. Тут, видите, можно посидеть, чайку попить, перекусить. Терраса прекрасная. Немножко мешают, конечно, тут машины. А если... Ну да, если идти по тротуару, то машины не сильно мешают. Тротуары просто узкие в старом городе. Опять переулок. Опа. Ну, вот так. То есть площадь старого города вообще невелика. Это такой овал. Немножко вытянутый. Где-то метров на 500. А метров на 600. То есть, ну, по большому счету, если сильно торопиться, насквозь весь старый город вы проходите за 7 минут. Но, посмотрите, как много интересного. И совершенно спокойно можно гулять здесь не просто часами, да, но, наверное, днями. Многие участники нашей группы, с кем мы прилетели в Баку, после экскурсии здесь в первый день, пришли сюда же в день отлета, чтобы еще разочек вот этим вот воздухом подышать. Воздухом старого города, старого Баку. Вот тут интересно, да, некий симбиоз, видите, средневековых крепостных стен и какая-то такая игривая башенка. Это здание, там, постройки начала 20-го века. У известного мецената, нефтяного магната Нагиева скоропостижно скончался сын Измаил. И вот в память о нем будет здесь выстроен дворец, дворец Исмаилье. В стиле такой, знаете, венецианской взвенщенной готики. Мы, наверное, с вами о нем чуть подробнее поговорим, когда пойдем гулять вокруг крепостных стен старого города. Да, с той стороны фасад более выигрышным смотрится. Пока давайте со старым городом разберемся. О, самовар. Очень любят азербайджанцы пить чай из самовара. Более того, сумовар как-то так назывался, вот, подобный, ну, скажем так, инструмент, посредством которого грели чай купцы, которые путешествовали по Великому Шелковому пути. И вполне может быть, что наши кульские мастера его увидели, узнали. И этот самый сумовар превратился в самовар и стал традиционным русским этим предметом быта. Еще одно кафе. Тут их вообще много, и вот в отличие от старого Баку, который мне прямо-таки рекламировали и советовали местные, вот эти рестораны советовали обходить стороной. Ничего не могу про них сказать. Ни в одном из них не обедал. Вполне может быть, что навожу напрасленную, и что тут все хорошо и здорово. Ой, какой, посмотрите. Интересный промежуток между зданиями. Еле-еле там помещаются два кондиционера. Но это, как вы понимаете, туристический центр. Да, здесь хватает гостей. Сюда приезжают издальные туристы на машинах быстренько пообедать и продолжить прогулки по старому городу. Вон есть такие девичьи столы. Девушки сидят, обсуждают планы. Азербайджан сегодня светское государство. В центре Баку это отлично видно. И женщин в хиджабах вы особо и не встретите на улице. Ну, понятно, что хватает туристов. Но традиционные исламские одеяния, особенно летом, уступают место, конечно, вообще просто мини-юбкам достаточно откровенным. Я вам выложу. Сверну еще вот сюда. Тоже важная улица Софир. Почему важная? Потому что здесь тоже приходят на ум наши с вами кинопечатления, друзья. Здесь цигель-тигеля-люлю. Ну, плюс-минус здесь. Ну, вот где-то, где-то вот это здание, по-моему. Да. Тут, если помните, стояла милая дама, приглашающая к себе Никулина. Тот вроде бы уже даже согласился. Может, она что-то хочет? Я тебе потом объясню, что она хочет. Сказал Миронов. И вот, да, русу туристу, публиком Урале, было сказано на камеру вот здесь. Вот здесь, друзья. Но, может быть, этот переулочек сложнее узнать, чем тот, где черт повери. Но, обладая все-таки небольшим воображением, можно, можно, можно. Поверьте, поверьте, это так. Ну, и видите, туры и экскурсии на русском языке, пожалуйста. По всем достопримечательностям, предместе и легко и просто. Ну, и здесь мы будем завершать, потому что будем выходить обратно к тем самым двойным воротам. Таким образом, немножечко углубляясь и обратно возвращаясь, мы сделали такой круг почета по старому городу, немножко его посмотрели. Это поверхностное знакомство, друзья. Бродить, натыкаться на интересные лавки, тыкаться в тупики, потом все-таки находить выход. Наматывать вот эти вот круги по крепостным стенам. Вдыхать эти ароматы в старом Баку одно удовольствие. Чего я очень желаю вам, друзья. И, собственно говоря, если предложенный маршрут прогулки вам понравится, то с вас нравишка, естественно. Но, как мы с вами и договаривались. Это, правда, важно. Поставьте нравишку, не пожалейте. А подписаться на мой канал точно стоит, если еще и планируете какие-то новые впечатления от Азербайджана. Потому что мы будем с вами путешествовать практически по всей стране. И в ближайшее время на канале как раз появятся выпуски и про юг Азербайджана, и про север, и про северо-запад. Поэтому нравишка, колокольчик, ваши комментарии и прочее, и прочее. И до новых азербайджанских встреч. До новых азербайджанских встреч.